22 июня 41 года. Молодой Григорий Яковлевич Маховой с другом собирался идти на утреннюю рыбалку. Но в последний момент они передумали. Гриша все равно встал рано, погода этим летним утром стояла чудесная. Решив послушать последнее известие, включает радио, а оттуда четкий голос Левитана. Наши войска ведут тяжелые оборонительные бои. Как вспоминает Григорий Яковлевич, его тогда будто ударило током. Каждый день, возвращаясь с работы, Гриша слушал по радио последние новости о положении дел на фронте. Они были неутешительные. Но ничто так не ранило душу нашего героя, как известие о том, что Красная Армия оставила его родную Полтаву, где в оккупации оказалась его семья, мама и младший брат. С первого курса нам присвоили воинские звания старших сержантов и сформировала роты в 200 человек в Арзаманском училище и отправили на Калининский фронт. Все. Там меня назначили командиром сначала помком взвода, а в процессе боев командира взвода убили, меня поставили командиром взвода, и я там воевал. Вводил в атаку людей, занимался рукопашным боем. Тогда военное командование приняло решение отобрать в училищах с младших курсов, желающих пойти на фронт и подготовить их как младших командиров. В числе добровольцев оказался Григорий Яковлевич. С февраля по май 1942 года он обучается в Арзамасском пулеметно-минометном училище, где его избирают комсоргом 1-й роты и 3-го учебного батальона. Там же он попадает в секцию рукопашного боя с использованием саперной лопатки и вскоре становится чемпионом училища. Полученные навыки боя не раз впоследствии спасали ему жизнь в рукопашных схватках. Это бой, который ужасный. Я в течение всей войны участвовал в боях, и везде во мне писали и награждались за эти бои. Я всегда ребят подготавливал, были возле меня, и когда я занимался рукопашным боем, они меня прикрывали, а я рубил их. В каждом бое 5-7 человек, это я рубил немцев. Ужас. А за первый бой на Калининском фронте командир полка снял и наградил меня звездочкой. Потом оформили эту награду. За тот бой рукопашный, который мы выиграли по освобождению левой отцепной позиции. Это я вам рассказал в одном моменте, который, повторяю, везде. Я же был на передной войлинии, и везде мне приходилось участвовать в рукопашных боях, и я за всю войну не получил малейшего ушиба от рукопашных боев. А ранили меня осколками, пулями и так далее. И это мне спасло мою жизнь, я считаю. По окончании военного училища Григория Махового направляют на Калининский фронт в район севернее Ржева, во 2-й батальон 267-го полка, 293-й стрелковой дивизии. Ржев имел стратегическое значение для обеих сторон, и поэтому бои там велись ожесточенные. Следующая задача дивизии – форсировать Волгу. Однако фашисты ожидали и этого. И ночью, когда наши части поднялись в атаку, немцы открыли ураганный огонь. До реки оставалось совсем немного, как вдруг наш герой получает ранение в ногу и падает. В первом бою, когда меня ранило в ногу, меня знакомы, поскольку наш взвод гремел, поэтому девчата с медсанбата были в нас, оказывали нам. И там Машенька, она такая, ростом небольшая, но такая крепыш, она меня и вынесла в бой, потому что увидела, как я упал, она подпазлась, говорит, Гришенька, что с тобой? А это было ночью, тут ракеты это все освещают, чтобы там получилось так, что через нашего пленного, они узнали наше место переправы, время, и когда мы туда начали выдвигаться, они осветили это все ракетами и начали огонь, жуткий такой, конечно. Ну, потом я это узнал, когда меня вот это подползла, Машенька, и говорит, я ей показал, она наложила жут, значит, перевязала, и она такая с юмором говорит, ну, полезай на бабу. После лечения в госпитале, уже через месяц, в октябре, Махабе попадает на Северо-Западный фронт, в район города Демьянска, занятого фашистами, где назначается заместителем политрука. На Северо-Западном фронте хорошо запомнилось Григорию Яковлевичу сражение за деревню Козловка. Гитлеровцы создали здесь мощную систему обороны из дзотов, проволочных заграждений и минных полей. Шаг за шагом медленно, но уверенно продвигались вперед советские солдаты. Но, уничтожив гарнизон очередного дзота, пришлось принять рукопашный бой. Полк свою задачу выполнил, деревню взял, но потери были велики. Из 300 человек батальона Григория Махового в живых осталось только 80. А далее Махового отправляют доучиваться в Брянское военно-политическое училище, где в сентябре 43-го он становится лейтенантом. Я там закончил это училище, получил лейтенанта. Тогда, когда получил, иду, и вдруг такая радость я. Ага, погоны. А это уже в 43-м году как раз погоны ввели. Затем Григория Махового переводит в 127-ю участяковскую дивизию 1-го украинского фронта. Наконец-то он приблизился к своей заветной цели – освобождение родной Украины от немецко-фашистских захватчиков. Деревня Боровоя, она такая возвышенность, кругом бор, а тут возвышенность, очень укрепленная такая, предместе родомышля города. И там в центре деревни большой собор. И под этим собором некрополь. И там ходы сообщения. И там засела большая группа. Мы освободили деревню, а в этой подземелье осталось много. И мы дальше не могли пойти, потому что он выйдет ударить нам в тыл. И вот командир батальона, зная вот мои, этот, хотя я уже был, это я еще воевал комсором батальона, зная вот мои способности, первый взвод, значит, вызвал первый взвод моих этих лопаточников и дал задание, чтобы я уничтожил этих, выбили с этих подземелья. И вот этот подземельный бой, это страшное подземелье, темно, дышать нечего, вот взрыву, гранаты, этот, темно, видишь, только вот по взрыву гранаты, стреляльными там, разрывными этими свечащими пулями, видно. Вот. На миг, когда взрывается, это видно, вот эти саркофаги вываливаются оттуда, а немцы выбросили эти кости, а сами там, в этих саркофагах. И вот там мы были, и рукопашно в бою сходились, а голосом только подавали себя и только ориентировали, чтобы не рубить друг друга. Вот это был, я вышел оттуда, когда, да, дышать нечего, падаем вниз, а там сквозняки. И вот немножко этот, и поднимаясь, и опять голова так кружится, и рубишь там это, бросаешь гранаты. Я вообще не знаю, как я жив, остался жив, когда вышел оттуда, и познал, что такое радость жизни. Потому что тогда, мы если рубились, так было небо, и был воздух, а там ни неба, ничего, и воздуха нет. Но мы задание выиграли, хотя половина ребят там полегло. День наступления на Родомыш Григорий Яковлевич запомнил на всю оставшуюся жизнь. Немцы не хотели мириться с поражением. В этом сражении особенно ожесточенной работала вражеская авиация, сбрасывая на позиции наших бойцов кассетные бомбы. В этом бою Григорий Маховой получил тяжелые ранения. Да, там получил тяжелые ранения. Тяжелые ранения, мне раздробили ногу. Но там вообще-то было, если вот это рассказывать, у меня там была любовь. Леночка. Впервые санинструктор Ида Квасницкая, полячка, или вот украинка, полячка, очень красивая. Я влюбился, и она в меня влюбилась. Ну, жизнь, есть жизнь. Впервые это все. И в бою, бой под вот родомышлем с танками, немцы подбросили из Франции танки и шли, чтобы по шоссе Минск-Киев, чтобы забрать обратно, отбить Киев. И там были большие тяжелые бои. Вот. Так вот, мы наш батальон сопровождал, наши танки, которые пошли, там был танковый бой. И вот получилось так, что значит, Мессанбат, где была Ида, обслужил наш батальон как раз. И когда меня ранили, я потерял сознание, то мой венщик, который был у меня, я же уже был офицер, вот, он этот растерялся, как, перевязал, кое-как, этот, у меня нога совсем раздроблена, и нашли, вы побудьте немножко, я найду, чтобы вас тут вынесли. Вот. А тут танки идут, все бегут, я не знаю, как меня там не задавили, понимаете, но они как-то туда прошли, первая волна, а он встретил Иду, как раз она своими этими повозками шла и подбирала раненых. Она как увидела его, подбежала, убит, да не, говорит, ранен, ну, короче говоря, она взяла трех солдат и, значит, нашла меня, значит, они, она уже квалифицированно положила эти уешины такие, это все, нашла повозку, двуколку, которые снаряды подвозят, поместила мне туда, привязала бинтами, потому что меня не выбросили оттуда, и тут вознится это, вот, и просили с ней, я, как вижу, это было под вечер, так в солнышко заходит, она стоит такая, как тросиночка и машет рукой, и эту Иду в этом бою убили. и убили так, снаряд танку, и попал ее, и ее ничего не осталось, а я всегда вижу ее стоящую такую. После длительного лечения комиссия признала Григория Мухового ограниченно годным для фронта, так закончилась для него Великая Отечественная война. Далее Григория Яковлевича направляют на полуторугодичные курсы замкомандиров по политической части артиллерийских подразделений в город Горький, где он и встретил День Победы. Учился, как всегда, блестяще, прекрасно стрелял из всех видов оружия, управлял огнем. В 1946 году комиссия военно-морского флота отобрала лучших артиллеристов, среди которых оказался и Григорий, и отправила служить на Балтийский флот. И вот после этого училища или курсов полуторагодичных приехала комиссия с политуправления военно-морских сил и отобрала нас, потому что мы артиллеристы, корабли артиллерийские, там небольшая подготовка, и мы как раз подходим. И все. И вот я стал моряком. И от лейтенанта дослужился до капитана первого ранга, кончил военно-морское и политическое училище, военно-политическую академию, военно-морской факультет, а после увольнения еще и университет московский кончил. Все. Вот моя вся жизнь. Тогда же Григорий женился. Сейчас у него большая семья. Сын, дочь, пять внуков и правнучка. До 1961 года служил на Новой Земле. Из-за ухудшения здоровья демобилизовался в звании капитана первого ранга и переехал в Рязань. Здесь поступает на Рязанский приборный завод, затем работает на заводе Красное Знамя. В 1968 году увольняется и идет работать в радиоакадемию, где 25 лет преподает политическую экономию. На пенсию он выходит в 92-м году. За свои многочисленные боевые подвиги Григорий Яковлевич Муховой награжден орденами Отечественной войны первой степени, Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды и 25 медалями. Редактор субтитров А.Семкин